Итоги работы прокуратуры Края за прошлый год подвели под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации. В начале заседания он обратил внимание коллег на ключевые задачи. Нам нужно делать выводы и совместно, но очень оперативно, реагировать каждый в разрезе своей компетенции. Люди правомерно высказывают раздражение, им все равно, кто в этом виноват, глава района, прокурор или полицейский. Им нужно устранение их нарушенных прав. И вот если мы сможем показать, что мы вместе с ними на улицах убираем лёд, и, соответственно, беспокоимся за системную поставку электроэнергии, в том числе на федеральном уровне, где неоднократно вам говорил, что я готов помогать с государством. С основным докладом выступил прокурор Края Николай Пилипчук. Он отметил, что минувший год был сложным для населения, государственных структур, экономики и социальной сферы. В части исполнения закона в соблюдении прав граждан выявлено почти 80 тысяч нарушений. Возбуждено около 350 уголовных дел. Кроме того, восстановлены права работников более 900 предприятий. После вмешательства прокуроров получили стимулирующие выплаты более 500 медиков, работающие на переднем фронте противодействия коронавирусной инфекции. Также после прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о халатности по обеспечению жильём детей-сирот и по факту аварийного обрушения опор линий электропередач в ноябре прошлого года. Тогда жители Первомайского района длительное время оставались без электроснабжения и коммунальных услуг. В крае по-прежнему остро стоит проблема изношенности коммунальных сетей. Ремонтные работы ведутся ежегодно, однако их темпы и объёмы явно недостаточны. Как результат – бесконечная авария, отключение потребителей от тепла, воды, электроэнергии. Прокурорам всех территорий следует ещё более настойчиво понуждать муниципалитет и поставщиков услуг к замене и ремонту изношенного оборудования. По словам сотрудников прокуратуры, такая ситуация сложилась из-за ненадлежащего контроля за техническим состоянием линейного объекта со стороны должностных лиц филиала «Приморские электрические сети» акционерного общества ДРСК. Однако они не единственное слабое звено в цепочке предоставления коммунальных услуг. У нас очень слабое есть подразделение обороны ДРСК, кто систематически не представляет качественные услуги населения. При каждом ветре, при каждом снегопаде страдают люди. Здесь отдельное решение. Вчера у нас было совещание с ДРСК, в том числе по городу Артёму. Мы договорились с участием заместителей Росетей и Росетей, руководителя ДРСК, наших всех ответственных людей, о том, что в течение месяца мы выработаем алгоритм решений. Стоит отметить, что после ледяного дождя на всякий случай было закуплено более 50 резервных источников питания. Более того, по итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту падения бетонной плиты с крыши жилого дома на припаркованный автомобиль. Материалы направили в Ленинский районный суд. Ответчик – директор управляющей компании, которая обслуживает тот самый дом по адресу Нейбута 34. Олег Завьялов, Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на восьмом.